МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эти заморозки, которые у нас прошли в крае, относительно небольшие. Не рано ли для снега и минуса? А как же бабье лето, не теряя надежду, спросили мы у синоптиков. Диагностировать, выявлять болезнь, конечно, обогреть ее. Это не медицина, а космос какой-то. Лазерный микроскоп от Ростеха удивил даже видавших виды врачей. На первую выставку, она была в Дагомысе, приехали 500 человек. А теперь здесь гостей считают тысячами, а деньги портфелями. Юбилейный экономический форум в Сочи стартует через два дня. Здесь очень весело, сладко и вкусно. Битва кренделей, подсобачий лайк, рики младенцев и грохот салютов. Краснодар отметил день рождения. Позвольный оператор сообщил о нажатии кнопки СОС. Доктор на пульте управления. Как работает кнопка круглосуточной заботы? Расскажем. Утром комбайн водит, вечером голы забивает. Непрофессиональные спортсмены не ударили в грязь лицом на краевых состязаниях. Я приветствую всех, кто с телеканалом Кубань-24. Мы начинаем большие вечерние новости. Первые заморозки на Кубани. Минусовые температуры зафиксировали синоптики в предгорьях. Следующей ночью на юго-востоке региона столбик термометра опустится до минус 2 градусов. Всю неделю в крае будут лить дожди, в горах с мокрым снегом. Местами возможны грозы. К осадкам прибавится ветер с порывами до 17 метров в секунду. Холода пришли на Кубань раньше обычного. Мы наблюдаем эти значения на две недели раньше, но из общих климатических норм это не выпадает. В связи с тем, что абсолютный минимум для Краснодара, именно для нашего города, составляет для данного дня минус 2 градуса. Как видим, эти заморозки, которые у нас прошли в крае, относительно небольшие и относятся к предгорьям, а не к центральной части. Но холода отступят под напором осеннего, на все еще активного кубанского солнца, говорят Синоптские. К выходным воздух прогреется, днем температура поднимется в среднем по краю до 20 тепла. Но прогноз на ближайшие сутки подготовила Нин Манчинская. Выслушаем ее чуть позже. Ну а на дорогах сейчас горячая пора. Восьмибальные пробки в Краснодаре. Такие данные портала Яндекс. Предлагаю посмотреть, что сейчас происходит в крупных городах края. Начнем по традиции с кубанской столицы. В городе час пик. Загружен не только центр. Пробки держатся и в микрорайонах красных зон много. Проезд затруднен на Тургенево. Можно простоять на Кожевиной, Кубанской набережной, Северной, Бабушкино и Красных Партизан. Ну и посмотрим на видео. Тургеневский мост сейчас нам показывают. В эти минуты он загружен. В основном транспорт направляется в сторону Кубанской набережной. Там водители дружно стоят. В центре немного свободнее. Но, кстати, плотный поток и на выезд из города. В Юбилейном сейчас тоже проблематично. Стоит Калинина-Каляева. Проспект Чекистов и Думенко загружены под завязку. Машины передвигаются со средней скоростью примерно 7-10 км в час. В направлении центра транспорта чуть меньше. По Ставропольской, как видим, тоже картина невеселая. В районе улицы Стасова машины едут плотным потоком. Потерять в этом заторе можно до 15 минут. Ну а далее улица Северная на пересечении с Ливаневского. О скорости здесь только мечтают, как мы видим. Автолюбители стоят дружными рядами в оба направления. Машин много и в сторону Красной, и в направлении мостов. Но, судя по картинке, затор здесь надолго. Перемещаемся в Сочи. Посмотрим, какая ситуация складывается в эти минуты на дорогах курортного города. На пересечении Виноградной и Пирогова достаточно оживленно. Можно ехать без задержек, но местами приходится уступать дорогу. А по этому участку можно ехать ветерком. Дублер курортного проспекта, вот чего не хватает в краевом центре. Краснодарским водителям остается только об этом мечтать. Но не все так гладко в эти минуты на рыночном кольце Адлера. Нашин, как обычно, много. Приходится и сочинцам терять время в плотной пробке. Ну а мы снова возвращаемся в Краснодар. Ситуация пока не изменилась. По Тургенево, Северное и Суворова заторы по 9 баллов. Так что в эти минуты выезжать на дороге к Куманской столице не стоит. Планируйте правильно свой маршрут. Ну а мы идем далее. Ростех будет развивать в Краснодарском крае высокотехнологичное производство. Соглашение о стратегическом партнерстве сегодня подписали губернатор региона Вениамин Кондратьев и глава госкорпорации Сергей Чемизов. Документ предусматривает реализацию инвестиционных проектов на территории Кубани, а также модернизацию уже существующих предприятий. Чтобы мы делали современную экономику, нужны современные разработки. И нужны современные технологии. Вот сегодня современные технологии мы надеемся, что наш край сможет получить с помощью Ростеха. Поэтому в этом соглашении и предусмотрено, что по определенным отраслям экономики, в том числе, конечно, и здравоохранения, мы будем пользоваться этими разработками, новыми разработками Российских технологий. В плане здравоохранения мы тоже надеемся, что мы получим эти прорывные технологии, которые нам позволят в медицине вовремя диагностировать, выявлять болезни, конечно, вовремя ее лечить. С инновационными разработками в области здравоохранения, которые могут использоваться и на Кубани, Вениамин Кондратьев ознакомился на конференции по развитию биомедицинских технологий. В Геленджике российские компании представили свои последние достижения в этой области. Например, модернизированные экзоскелеты или прибор для автоматического непрямого массажа сердца. Также губернатор вместе с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой и главой Минпромторга Денисом Мантуровым посетил презентацию новейшего отечественного 3D-микроскопа МИМ-340. Он позволяет исследовать живую клетку в режиме реального времени. Ну и, кстати, врачи – самые востребованные специалисты на Кубани. Такие данные приводит Краевая служба занятости. Сегодня открыто 5000 вакансий для специалистов медицинской сферы. Среди них также фельдшеры и медсестры. Далее в топе профессий – педагоги. В школах и детсадах требуется почти 2000 учителей-воспитателей. Кубани не хватает и слесарей, водителей различных категорий. Помимо этого в Крае требуется около 900 специалистов в сфере обслуживания. Это официанты и горничные. Крики новорожденных, залпы салютов и битва пирогов. Вот далеко не все, что случилось в Краснодаре в эти выходные. Город отметил день рождения. Грандиозные празднества, в которых участвовали без привлечения, все прокатились по столице Кубани. Ей исполнилось 223 года. Все самое интересное увидели наши корреспонденты. Сейчас со мной в студии Валентина Бекшаева. Валя, привет. Привет, Наташа. Я знаю, что событий было очень много, но все же, что тебе больше всего запомнилось? 50 детей. Представляешь, Наташа, в день города родились 29 мальчиков и 21 девочка. По-моему, очень хорошая демографическая новость для праздника. Неплохо. Ну, помимо детей, конечно, было еще очень много событий, поэтому в день города работало сразу нескольких съемочных групп. Я знаю, что это какие-то еще немецкие кренделя ела. Да, в центре города развернулась настоящая битва между немецким кренделем и русским пирогом. Ну, вот пирог, он был размером с комнату трехметровый, я не преувеличиваю. Ну, а пока я угощалась, Нина Радченко побывала на параде домашних животных. Там можно было увидеть сразу 50 пород собак. Ну, в итоге у нас получился сюжет, так сказать, от двоих. Я еще раз с удовольствием его посмотрю, потому что действительно праздник получился добрым, шумным и красивым. Символ могущества, чистоты, любви и мудрости. Наделенный всеми этими качествами, Краснодар начал отмечать день рождения с поднятия своего флага. Эта традиция достаточно молодая, но уже полюбилась горожанам. После торжественной части на театральной площади праздник плавно перекочевал к памятнику императрице Екатерины, главному монументу города. Здесь гостей праздника поздравил глава Краснодара. Я хочу всех поздравить с днем рождения города. Пожелать всем вам, дорогие друзья, здоровья, счастья, успехов, радости, исполнения всех желаний. На день рождения кубанской столицы прибыли и семь официальных иностранных делегаций городов-побратимов из Германии, Болгарии, Абхазии, Армении, Франции и Австрии. Гости побывали на главных праздничных площадках. Мы видим, как очень быстро развивается этот прекрасный город и уверены во хорошее будущее. Все самое интересное ждало гостей на Пушкинской площади. Там развернулся фестиваль сладостей и чая. В честь праздника зрители угощали фруктовым пирогом. Его вес впечатляет. 223 килограмма – столько же, сколько лет исполнилось Краснодару. Только на начинку у кондитеров ушло 75 килограммов абрикосового и яблочного повидла. Угощали десертом всех желающих. А пока все ели городское лакомство, в соседней палатке удивляли заморскими кренделями. А здесь, прямо на глазах у краснодарцев, пекарь из Германии готовит национальное блюдо – выпечку в Брецеле. Они бывают сладкие, соленые, но подробнее о технологии я предлагаю узнать самого пекаря. Брецели были изобретены пекарем, который попал в тюрьму. Его посадили из-за того, что он воровал муку. Ему обещали подарить свободу, если он приготовит выпечку, через которую солнце сможет светить три раза. Когда он их испек, один Брецель совершенно случайно упал в соль. Сейчас соленые наиболее распространены в Германии. Как вам? Очень вкусно. Свежий хлеб. Замечательно приготовлено. Великолепно. Воздушная выпечка. И кунжут очень вкусно. Ни один немецкий Брецель не обошелся без краснодарского чая. Рядом с большим самоваром гости могли перепробовать различные виды напитка. Погода будет знать, что Краснодар отмечает свой день рождения. На улице светит по-осеннему теплое солнышко. Жителей с каждым часом на Пушкинской площади становится все больше. Здесь очень весело, сладко и вкусно. Нина, рассказывай, что интересного у тебя? У нас тоже совсем не скучно. Сегодня в День города в Краснодаре проходит не только развлекательные мероприятия, но и спортивные. Здесь выступают представители восточных единоборств, батутисты, легкая атлетика, гимнасты. И все это в рамках всероссийской акции «Я выбираю спорт». Девчонки, скажите, пожалуйста, вы первый раз участвуете в этом мероприятии? Мы на этом мероприятии участвуем каждый год. Нам тут очень нравится. Нас всех поддерживают. Хорошая организация. За организацию спортивных праздников Краснодар два года подряд берет первые места по итогам конкурса Министерства спорта России. В День города на улице Красной развернулись площадки, где любители здорового образа жизни демонстрировали свое мастерство. Выступали боксеры, штангисты, велосипедисты и другие спортсмены. Чтобы спорт стал доступным и все, кто желает, выбрал любой вид спорта, который у нас культивируется во всех муниципальных образованиях. Сегодня нас посетило уже более двух тысяч человек. Мы видим, какой большой поток идет сейчас жителей. Хвастались краснодарцы не только спортивными достижениями, но и любимыми питомцами. Впервые по улицам города прошел парад домашних животных. В нем приняли участие не только зоозащитники, но и все желающие горожане. Если честно, пришла на мероприятие, прочитав на нашем сайте Кубань24, о том, что состоится замечательная выставка животных. Конечно, не могли пройти мимо. Наш Ваня обожает гулять по Красной, обожает людей. Поэтому, естественно, мимо пройти не могли. Здесь можно было и себя показать, и на других посмотреть. Например, питомец Эвелины еще щенок, но весит 70 килограммов. По словам хозяйки, пес очень добродушный, и общаться с ним можно, как с кошкой. Алексей с псом Ротварта Мига собрал несколько десятков зевак. Собака хоть и маленькая и неприметная, но трюков знает около сотни. Несмотря на то, что к вечеру погода стала портиться, это никого не остановило. На театральной площади собрались более 50 тысяч жителей и гостей столицы Кубани. Для них на галоконцерте выступили танцевальные коллективы, оперные и народные певцы. Завершился праздник красочным фейерверком. Сегодня на всех площадках города проходили мероприятия на любой вкус. И везде мы пытались собрать 223 улыбки от горожан. Ровно столько, сколько Краснодар исполняется лет. Но на мой взгляд, улыбок мы собрали в сотни и в тысячи раз больше. С днём рождения, Краснодар! Нина Раченко, Валентина Бершаевна, Бабань, 24, Краснодар! Краснодарцев поздравлял и наш телеканал. На Пушкинской площади работал стенд «Кубань-24». Наши ведущие, операторы и фотографы решили коллекционировать улыбки счастливых горожан. Позировали перед камерами все желающие. Наш телеканал собрал 223 улыбки, о которых говорила Нина только что. Ровно по количеству лет краевой столицы. Фотоотчёт в ближайшее время можно будет увидеть на сайте kuban24.tv. А в нашем эфире мы покажем видеоролик с улыбающимися горожанами. Новый день города отметил и Тимошевск. Ему исполнилось чуть меньше – 50. Юбилейное торжество открыл парад первоклассников. Более 600 школьников прошли к мемориальному скверу, чтобы возложить цветы к вечному огню. Колонну возглавили барабанщики. Поздравляю и всех жителей города Тимошевска, которые празднуют сегодня свой полувековой юбилей. Конечно же, жителей Тимошевского района. Конечно, пожелать мира, добра и процветания. Наш район, конечно же, славится своими людьми. И те успехи, те достижения, которые есть в районе – это, конечно же, заслуга наших предприятий. Подарком к юбилею для жителей города стало открытие футбольного манежа. В нем бесплатно будут заниматься больше тысячи ребят из всего района. Но во время торжественного открытия дети продемонстрировали свое мастерство владения мечом. Ну а после сфотографировались на память. Продолжилась праздничная программа на Центральной площади. Там танцевальный флэш-моб устроили юные артисты. А возле городской библиотеки награждали лучших юных читателей. Победителям вручили грамоты и подарки. Для всех гостей концерт устроили воспитанники музыкальной школы. Они играли классические современные композиции. В юбилейные торжества собрали больше 10 тысяч человек. Всех желающих угощали горячими напитками. А на ярмарке можно было отведать различные сладости. Сегодня замечательный праздник, замечательная погода. Очень много торжественных мероприятий. Столько людей собралось сегодня отмечать наш праздник в нашем замечательном, прекрасном городе. Столько мероприятий, музыки, танцев, веселья, разнообразных конкурсов. Очень хороший праздник. Всех поздравляем с праздником. И желаем мира, и всего-всего самого хорошего. Гуляния в Тимошевске продолжались до самого позднего вечера. И закончилось все праздничным салютом. 25 стран, миллиарды рублей, сотни деловых встреч. В Сочи идет активная подготовка к одному из самых главных экономических событий страны. Международному инвестиционному форуму. Он откроется через два дня. В пятерке приоритетных проектов Краснодарского края. Развитие бальнеологической отрасли, платные дороги, создание сельхозлогистических центров. Ну а также дальнейшее формирование восточно-промышленной зоны Краснодара. Все инвест-предложения тщательно готовились не один месяц. Почти треть проектов инициированы частным бизнесом, предпринимателями. Это большой показатель, большой прорыв. Потому что в прошлом году, например, всего лишь 5% проектов имели частные деньги. Там, где есть частные инвестиции, большая эффективность, естественно, достигается. В этом году форум юбилейный, 15-й по счету. Элина Касабова восстановила историю саммита и вспомнила самые масштабные проекты, которые появились в нашем крае благодаря инвестиционному форуму. Два дня, десятки круглых столов и встреч, бизнес-дискуссии, пленарные заседания. Самое ожидаемое событие – политическая осень – стартует уже в четверг в Олимпийском Сочи. 15 лет назад площадка была создана для того, чтобы рассказать международной общественности о потенциале Краснодарского края. Первый саммит прошел в 2002-м. Тогда он назывался «Региональный экономический форум Кубань». Статус международного он получил в 2004-м. А в 2007-м окончательно его переименовали в «Инвестиционный форум Сочи». На первую выставку, она была в Дагомысе, приехали 500 человек. Регион тогда представил 70 проектов. В результате – 8 подписанных соглашений на общую сумму 30 миллионов долларов. С каждым годом участников становилось все больше и больше, а в этом году свое участие уже подтвердили представители бизнес-элиты из 25 стран мира. В портфеле нашего региона более 400 инвест-предложений на общую сумму свыше 300 миллиардов рублей. К примеру, именно на Сочинском форуме в 2003 году были подписаны соглашения между регионом и известной французской компанией о строительстве Станицы-Новотитровской самовременного предприятия по производству овощных консервов. В реализацию этого проекта компания вложила 30 миллионов евро. А в 2005 году в Тимошевске была запущена фабрика по производству кофе. Она стала первой в России фабрикой полного цикла по производству растворимого напитка. Сумма инвестиций в проект составила около 120 миллионов долларов США. Инвестиционный форум в Сочи дал старт созданию на Кубани первого на юге России металлургического производства в Абинске. А в 2010-м в Туапсе появился терминальный комплекс по перевалке зерна. Это было одно из наиболее масштабных соглашений форума. В 2012-м в Белореченске открылся завод по переработке серхозпродукций. Инвестиции в его строительство составили 350 миллионов рублей. Предприятие выпускает консервы из овощей, зеленого горошка и кукурузы, а также компоты и варенье. В год на заводе производят порядка 120 миллионов банок. Это далеко не все проекты, которые благодаря форуму были реализованы на территории края. В 2014-м инвестиционный саммит окончательно переехал в Американскую низменность. Форум в тот год проходил в период непростых экономических и геополитических событий в стране и мире. Однако санкции не помешали бизнесменам из других стран подать заявку на участие. Нынешний юбилейный год обещает быть не менее насыщенным и продуктивным. Рабочую программу увеличили с одного до двух дней. Это связано с большим количеством различных деловых встреч. В этом году планируется провести более 20 дискуссий. А какими проектами пополнится инвестпортфель Кубани, станет ясно уже к концу недели. Спасибо, Элине. Но еще об одном сочинском проекте, который сделает курорт более популярным. Игорная зона на Красной Поляне может начать работу до конца этого года. Как сообщает администрация Сочи, на курорте Горки-город уже ведутся подготовительные работы. Медиа-центр планируется переделать под формат казино. О создании горной зоны в Сочи стало известно год назад. По планам под нее отведут 18 участков в Горки-город и полгектара в Розе-хутор. Общая площадь превысит 165 тысяч квадратных метров. Как поднять кубанскую промышленность, говорили в Гулькевичах. Там прошла научно-практическая конференция. Ее провело законодательное собрание совместно с администрацией края. На этот раз участниками стали предприниматели Абширонского, Белореченского, Гулькевичского, Новокавказского, Туапсинского районов и Армавира. На протяжении нескольких недель рабочие группы краевых специалистов изучали состояние этих муниципалитетов, чтобы понять, как улучшить их экономическое состояние, какие точки роста удалось найти, расскажет Елена Сахно. Молодые и амбициозные эти предприниматели из Белореченского района уже добились успеха в бизнесе. Один в производстве фотобоев, второй в мебельной сфере. Продукция этих предприятий уже известна за пределами нашего региона. На выставке, приуроченной к научно-практической конференции, молодые бизнесмены представляют свои достижения краевым властям. Если наша молодежь и наши политики будут мыслить путем кластерных технологий экономического развития, то я думаю, мы не застрянем на уровне подсолнухов и снимем с себя имидж аграрного края. Промышленность в аграрном крае можно и нужно развивать. Председатель законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бикетов обходит выставку, где представлены предприятия нескольких районов. То, из чего складывается их экономика от колбасных цехов и текстильных производств до совхозов, где выращиваются декоративные деревья. Давайте развиваться дальше. Плохо, что не все продвигается у нас по территории края. В условиях импортозамещения развитие местной промышленности становится все более актуальным вопросом. Это и налоги, которые поступают в районы и бюджеты, и дополнительные рабочие места, которые создают производители. Некоторые специализируются на картонажном производстве, другие в пищевой промышленности. Но важно не только произвести, но и найти покупателя. Вы же теперь поняли, что в нынешнее время не главное произвести, а главное суметь продать. Однако сегодня многие предприятия края либо работают не на полную мощность, либо и вовсе простаивают. Хотя именно эта сфера – основа успешной экономики любого района. 25 лет назад все предприятия промышленные, расположенные на территории субъектов, которые здесь представлены, это были, как правило, процветающие предприятия. Вызявили, чтобы они были частными, а не старыми. И сегодня возникает вопрос, а где эти предприятия, чем они занимаются, почему они сегодня не работают, почему сократили большое количество людей, которые там работали, ассортимент продукции, а некоторые вообще прекратили свою работу. Как поднимать промышленность края на конференции говорили сами производители. Сегодня необходимо искать, где и как реализовать свою продукцию, а кроме того, учитывать потребности рынка и иметь многопрофильное производство, которое подстраивается под нужды региона. Все эти предложения были внесены в резолюцию. Над ними предстоит работать как самим производителям, так и власти, местной и краевой. Елена Сахно, Денис Соколов, Кубань-24, Улькевический район. Выгодно ли сегодня вкладывать деньги в жилую недвижимость? Сохранили ли квартиры свою инвестиционную привлекательность? Об этом будут говорить сегодня в программе «Через край». Она начнется в 20 часов 30 минут. Ну а мы продолжим рассказывать новости Кубани после небольшого перерыва. Вот какие темы далее. Громкий скандал вокруг аэрофлота. Директора департамента строительства зданий арестовали по подозрению в хищении 21 миллиона рублей. Еще один фигурант – соучредитель компании отправлен под домашний арест. Однако в СМИ появилась информация, что в деле замешаны не только они. Все подробности у моей коллеги Натальи Андрусенко. Привет, Наташа. Добрый вечер. Следствие считает, что сотрудник компании и предприниматель подделывали акты сверки расчетов по электроснабжению. Обносили туда неверные данные. Следственный комитет подтвердил причастность к этому делу и других сотрудников авиакомпании. Но пока неизвестно, кто они. Теперь о других новостях страны и мира. Семь человек пострадали от выброса радиации в Нижнем Новгороде. ЧП произошло в лаборатории опытного конструкторского бюро машиностроения. Все пострадавшие были доставлены в московскую больницу. Сейчас жизни рабочих вне опасности. А на самом предприятии специалисты Роспотребнадзора провели необходимые замеры. Радиационный фон в норме. Еще один несчастный случай произошел в Новосибирске. Там 16-летний подросток сорвался с 23 этажа, упал на припаркованный автомобиль, получил множественные травмы, но остался жив. Сейчас врачи делают все, чтобы не дать парню умереть. А следователи возбудили уголовное дело, допрашивают родственников, очевидцев происшествия. По одной из версий, молодой человек находился на балконе вместе со своей подругой, на которую, видимо, решил произвести впечатление. Парень перелез через перила, но не удержался. И еще новости с Сибири. Там горят леса, густой смог окутал Братск. Видимость на автодорогах практически нулевая. Угрозы населению жилым объектам нет, но медики рекомендуют горожанам выходить на улицу исключительно в марлевых повязках. В Бурятии огнем охвачена значительная часть Баргузинского заповедника. В Красноярский край, в Иркутскую область МЧС направила дополнительные силы. Огонь тушат с земли и с воздуха. Из-за нашествия португальских корабликов на юге Таиланда закрыли еще один пляж. В прибрежных зонах курортного Пхикета обнаружено огромное количество ядовитой физалии. Ожоги этой медузы причиняют сильнейшую боль и могут быть смертельно опасны. Ситуация обострилась неделю назад, когда во время купания серьезный ожог получил российский мальчик. После стало известно о смерти туристки из Германии. Сейчас на курорте запрещено купаться уже на четырех пляжах. И последнее очередное предложение от Министерства образования сейчас активно обсуждают родители школьников. Учащихся собираются привлекать к уборке классов. Ну, это не новое, хорошо забытое старое. Мы-то еще прекрасно помним о графике дежурства. Да, Наташа, качественный такую уборку вряд ли назовешь. Хорошо, если доску протрут и цветы польют. А про мытье полов вообще промолчу. Но министр образования Ольга Васильева считает, что детям необходимо прививать ответственность за то место, в котором они проводят 11 лет своей жизни. Спасибо, Наташа. Мы идем далее. В станции Тбилисской ученики казачьих классов и кадетских корпусов строим прошли к памятнику сотнику Андрею Гречишкину и его войску. Так они отметили 187-ю годовщину со дня подвига героев. У мемориала собрались 3000 казаков, школьников, местных жителей, представителей власти. Они почтили память героев минутой молчания. В 1829 году казаки не испугались врага и пошли на верную смерть. Бой был неравный. 67 человек в войске Гречишки напротив полутора тысячи отряда его неприятеля. Они предпочли смерть, но не позор. Вот что всегда отличало казаков кубанского казачьего войска. Мы опираемся на героическое прошлое, но сейчас казаки точно так же поступали бы. Потому что вы настоящие патриоты. Потому что патриотизм, отечество, родина – это не пустые слова для казаков. Они передаются на генном уровне с молоком матери. Это как раз продолжение того подвига, который был совершен когда-то. Когда-то в 1829 году. А сегодня это молодежь. Мы сегодня прививаем им. Тот подвиг, он должен быть в каждой семье, в каждом сердце. В часовне напротив мемориала прошла панихида по погибшим героям. Каждого вспомнили поименно. После этого участники поминовения возложили цветы и венки к месту захоронения казаков. Вызвать скорую помощь одним нажатием кнопки. Такая возможность появилась у жителей Краснодара. В городе впервые начали применять медицинскую сигнализацию. Ее устанавливает компания «Забота-24». Система представляет собой тревожную кнопку в виде пульта или брелока. Но в случае ухудшения самочувствия человек делает вызов. Его принимают круглосуточно в диспетчерском центре. Поступает сигнал от клиента. Мы передаем данные в скорую медицинскую помощь. И в течение двух минут скорая выезжает на место. Врачи скорой помощи с помощью диспетчерского центра получают мгновенный доступ к данным о заболеваниях. О вызове сразу же сообщается родственникам. Медицинские сигнализации сегодня активно применяют в Европе и Америке. Они позволяют оперативно оказывать помощь. Но, к слову, сработать такая система сможет и без нажатия кнопки, если, например, больной живет один и не выходит на связь. Краснодарцы уже оценили преимущество сигнализации. Меньше чем за месяц ее установили несколько десятков человек. Воспользовался медицинской сигнализацией для бабушки. Уехал утром на работу. Буквально через 20 минут позвонил оператор, сообщил о нажатии кнопки СОС. Когда приехал домой, увидел карету скорой помощи, которая уже находилась. И была оказана врачебная помощь бабушке. Кроме кнопки вызова, услуга медсигнализации включает регулярный осмотр терапевтам и сдачу анализов. Также система позволяет вызвать МЧС, полицию и другие экстренные службы. Но получить подробную информацию можно на официальном сайте. Его адрес сейчас на экране. Сотни литров пенного, горы аппетитных закусок и невероятная атмосфера мюнхенского праздника. В немецкой деревне в День города состоялся традиционный фестиваль «Октоберфест-2016». Но по традиции праздничные гуляния начались с откупоривания первого пивного бочонка. Каждый год на праздник собираются тысячи горожан и гостей Кубанской столицы. Но в отличие от Мюнхена, Краснодарский праздник получился поистине семейным. Больше так, что семейный праздник. Немецкая деревня, и вся Европейская целом, была самым лучшим местом на всем юге России. Отлично, все хорошо, молодцы. Мы переехали сюда 21 августа. Это наш первый «Октоберфест». Нам очень нравится. Да, это хорошее место для жизни. Нам очень здесь нравится, весело, красиво, интересно. Каждый нашел себе занятие по душе. Для любителей немецких блюд приготовили тысячи баварских колбасок. Тут же можно было бы сжечь калории под зажигательные хиты кавер-групп. Ну а дети не отходили от уличных акробатов. И все это на фоне немецкого пейзажа. Ландшафт – это гордость Европеи. Более того, в планах расширение парковой зоны. Она составит более 100 гектаров. На фестивале заложили зеленый каркас. Со временем он соединит все районы жилого комплекса. И по проекту должен стать местом паломничества не только местных жителей, но и гостей. Здесь появятся новые дорожки для прогулок, детские и спортивные площадки. Мы создаваем зеленый каркас, одновременно создаем парковые зоны. Это и скверы, это и беседки, это и выложенная площадка для прогулки, дорожки, для велосипедной дорожки. Это и возможность пообщаться с людьми, с соседями, с друзьями. В ближайшем будущем начнется строительство новых кварталов, причем со школами и детскими садами. Все дома будут соответствовать европейскому уровню жизни. Столичная премьера в Краснодаре. В нашем городе московские артисты представили спектакль «По ту сторону полуночи». За постановку взялся звезда сериала «Маргоша» Олег Масленников-Войтов. Фантазии на тему произведений Довлатова – это история об эмиграции, любви сквозь время. На главной роли режиссер выбрал прославленных актеров Григория Сиатвинду и Екатерину Волкову. В результате, по мнению постановщиков, получился спектакль для мыслящего зрителя. Мы больше работаем не на развлечения, а больше работаем на такое внесение культурного отдыха нашим горожанам. Поэтому этот сложный спектакль, с которым сложно работать, его не каждый поймет. Сложно найти эту тысячу человек, которые проникнется этим спектаклем. Но стараемся, попробуем. Роль пришлось сыграть и режиссеру. О сложностях постановки Олег Масленников-Войтов и ведущие актеры спектакля рассказали нашей съемочной группе. Интервью можно увидеть скоро на «Кубань-24». Врачи, кассиры и механизаторы перетягивали канат, играли в футбол и поднимали гири. Спартакиада трудящихся завершилась в станице Денской. Победителями стали сразу две команды – сборная Краснодара и Курганинского района. Класс показали и любители, и профессионалы. В том, что возраст и профессия спорту не помеха, убедилась Александра Писаренко. Первыми на поле стадиона вышли далеко не именитые спортсмены. Состязания открыли показательные выступления. Юные гимнастки выписывали в воздухе замысловатые фигуры, боксеры обнесли лентой импровизированный ринг. Но больше всего впечатлили молодые каратисты. Проходили состязания на двух площадках – на стадионе и в спорткомплексе. Участники съехались со всех районов края. Возраст от 25 до 60. «В предварительном отборе приняло участие более 600 тысяч человек на всей территории Краснодарского края. Это на сегодняшний день, скажем, рекорд, который установили трудовые коллективы в массовых физкультурных мероприятиях». Первыми разогрели дорожку атлеты. Они соревновались в беге. Стартовали женщины, а ближе к финишу и эстафетная палочка переходила к мужчинам. Одновременно с бегунами начали разминаться спортсмены, выступающие в перетягивании каната. Этот вид спорта олимпийским пока не стал, но в зрелищности ему не откажешь. Участники только мужчины. Соперники на эмоции не скупились ни во время соревнований, ни после. «Вообще я не нахожу даже слов, как я счастлив. Мы стали уже семикратными чемпионами Краснодарского края по перетягиванию каната. Все были очень сильные. В финале слабых нет». В это же время в бассейне начались первые заплывы, а в крытом спорткомплексе соревнования силачей. Гири весом в 24 килограмма поднимали и молодые люди, и ветераны спорта. Результаты победителей больше 200 рывков. Финалисты в этот раз будут довольствоваться краевыми лаврами. Отбор на Всероссийскую спартакиаду пройдет в следующем году. Александра Писаренко, Артем Лычко, Денской район.